Здравствуйте, драгоценные братья и сёстры! Я из Украины. Я тоже хочу поделиться с вами своими откровениями и свидетельствами о том, что время близко. Однажды я ложила свою дочку спать, и когда уснула вместе с ней, я услышала голос. Этот голос сказал мне, «Я скоро приду за тобой». Вот, я проснулась от этого голоса, он был такой сильный и такой яркий, и я проснулась. Я, естественно, рассказала об этом своему мужу. Но муж не сильно мне поверил, что это вообще был Господь, и что это речь идёт о Вознесении, хотя я понимала, что это идёт речь о Вознесении Церкви, и что Господь очень скоро придёт. Но всё же я помолилась и попросила у Господа подтверждения, что если это Он сказал, пусть даст мне подтверждение. Вот, и где-то примерно дней через десять я опять услышала во сне, когда я ложилась спать, только задремала, я опять услышала тот же голос. И мне было сказано, «Я скоро приду». Вот. Ещё мне были даны сны о белом платье. Вот, что я и дочь моя, мы смотрим, то ли мы выбирали где-то в салоне, я уже не помню точно, но я помню два белых красивых свадебных платья. Вот, ещё помню сон о поезде, что я зашла в поезд, и поезд должен был отправиться. Вот, и пришёл проводник проверять людей, которые были в поезде. И он подошёл ко мне, и я ему давала билет. Вот, он посмотрел на меня, даже так немножко с грустью, сказал, «Зачем ты ходила покупать билет? Хватило бы только твоего паспорта». Вот. Такой сон был интересный. Ещё мне были даны сны о том, что мы подняты были над землёй. Я и ещё люди были подняты над землёй, и я видела землю, круглый шар вдали. Потом мы оказались где-то внутри помещения и сели за столы. Все сидели, столы не были накрыты. Вот. Но я понимала, что мы как бы в ожидании большого праздника. Вот. Ещё мне Господь в Духе однажды сказал такие слова, «Я приду раньше, чем ты думаешь». Ну, как бы я ждала Христа, я знала, что Он может прийти в любой момент, и ждала Его постоянно. Но где-то в сердце я думала, что может лет ещё пять, может лет десять. Вот. Но мне было сказано, «Я приду раньше, чем ты думаешь». Ещё хочу сказать о том, что однажды ночью мне часто Бог говорит через сны, очень часто через Слово своё, через Библию. И бывает тоже вот в видениях Господь даёт какое-то понимание, даёт какие-то видения, связанные с последним временем. Но как бы вот в снах это как-то так ярко и сильно запоминается. Вот. Во сне мне было местописание из Исход 12 главы, где, когда Господь выводил евреев, народ свой, с египетского рабства, Он сказал, чтобы они совершили Пасху, и когда они ели, чтобы чресла их были припоясаны, вот, обувь на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. То есть, когда я проснулась, я поняла, что это состояние нашей духовной готовности. И тоже у меня такой был вопрос, что это так близко, настолько близко, чтобы прям быть обутыми и одетыми, и прям с посохами в руках. Вот. Тоже где-то прошлый, в прошлом году мне Бог дал такой, как бы ночью тоже такое послание, что это произойдёт, когда твоя мама будет сдавать квартиру. Вот. Моя мама сдаёт квартиру студентам. Студенты приезжают на сентябрь, а октябрь, вот где-то в эти месяца она едет жить в деревню на время учёбы студентов, и так немножко себе подзарабатывать денег таким способом. Она сдаёт квартиру. Вот. И мне было сказано, как бы, указание на то, что это, это, я понимаю, что было сказано, это произойдёт, мне было сказано восхищение. Но я понимаю, что это событие, которого ждёт моя душа. Вот. Что произойдёт, это когда она будет сдавать квартиру. То есть это указание на осень. Ещё недавно совсем я видела белые платья, которые остались. Вот. Я сразу в духе понимала, что уйдут только те, кто носит белые одеяния. И тоже совсем недавно. Такое, как бы, от Господа было, что осталось до полуночи две минуты. Две минуты. Вот. Мы знаем, что в полночь раздался крик. Жених идёт. И готовые вошли на пир. А неготовые девы, да, немудрые девы, у которых не было масла, они остались. Вот. И вот эти, как бы, часы и две минуты. Спасибо большое всем братьям и сёстрам, которые делятся своими откровениями от Господа. Мы ждём Христа, мы любим Его. И ждём Его каждый день. Конечно, я не утверждаю, что это случится только вот именно этой осенью в 2020 году. Но я не исключаю, что это может произойти в 2020 году при последнем шафаре, может быть, если это седьмина, последняя начнётся с 2000 года. Вот. Я жду Христа. И даже если восхищение не произойдёт в сентябре месяца этого года, я всё равно не разочаруюсь. Я также буду ждать Христа, потому что эти откровения, которые Бог вклал в моё сердце, они очень сильные. И я буду его ждать. И я знаю, что он придёт и заберёт свою невесту, свою церковь. Вот. Я благословляю вас всех любовью Господа Иисуса Христа. Ждите, надейтесь на то, что Господь сильно любит вас и заберёт вас. И поправьте свои светильники, кто ещё может быть не в том состоянии. Вот. Время близко. Время близко. И Христос, Он придёт. Он обязательно придёт и заберёт нас всех. И мы все увидимся в небесах с Господом нашим. И благословляю всех.